В законодательном собрании продолжаются обсуждения проекта бюджета Ульяновской области на 2023 год и плановый период. Документ уже принят в первом чтении. Теперь задача парламентариев и правительства детально рассмотреть все источники доходов и статьи расходов. Как и в предыдущие годы, главный финансовый документ сохраняет социальную направленность. 64% расходов предусмотрено на развитие социальной сферы, повышение уровня жизни граждан и создание комфортных условий для их проживания. В целом законопроект соответствует положению бюджетного кодекса Российской Федерации и причин для его отклонения во втором чтении счетная палата Ульяновской области не усматривает. На бюджетном комитете подняли вопросы долгов. К примеру, с 2016 по 2020 годы объем задолженности по уплате страховых взносов увеличился в три раза. Это 2 миллиарда 106 миллионов рублей. А размер пенни составляет почти миллиард рублей. Депутаты отмечают, деньги, которые сейчас идут на уплату пенни, могли бы пойти на более нужные вещи. К примеру, социальные выплаты, в том числе для мобилизованных их семей. Мы знаем, что было выплачено по 25 тысяч рублей на каждого ребенка, но ведь этого явно недостаточно. Есть семьи, которые детей вообще не имеют, то есть не получили ни копейки. Поэтому я думаю, что надо изыскивать средства, чтобы не только предусмотреть выплаты мобилизованным, но и создать даже, может быть, какой-то резервный фонд для этих целей. Безусловно, резервный фонд надо формировать, надо, чтобы были деньги. И вот здесь возникает вопрос, а какие у нас есть еще источники, помимо кредитования, чтобы покрыть дефицит и заложить деньги, в том числе в резервный фонд. К тому же с 1 января вступает в силу закон о переходе на единый налоговый счет, который распространяется на все формы организации физических лиц. Согласно ему, долги по налогам будут списываться автоматически со счета. При этом накопленные за предыдущие десятилетия долги тяжким временем лежат на плечах муниципалитетов. А бюджет районов, как отмечают депутаты, дефицитный. Общий долг в принципе превышает 2 миллиарда рублей. Это по страховым взносам и так называемой второй статье. Не говоря уже о пених, есть серьезная угроза выплаты заработной платы в разрезе муниципалитетов. А мы должны обеспечить с вами гарантированно, чтобы заработные платы выплачивались точно и в срок, как бюджетникам, так и социальным учреждениям, всем без исключения. Один из вариантов закрытия долгов продажи имущества, которые находятся на балансе региона. Например, аэропорта, гостиница Октябрьская или предприятие Тепличное. Не гнилушки с магазинами, там где-то или баню какую-то вы продаете, а серьезный объект, который казна могла бы получить денег. Пока не растащили. Пока совсем ничего не растащили. По мнению парламентариев, данное имущество требует больших средств на его содержание, а прибыль несопоставима с расходами. На следующих заседаниях бюджетного комитета Министерства финансов и Министерства имущественных отношений должны внести конкретные предложения по объектам, которые можно продать. Продолжение следует...